Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители и зрительницы в первую очередь! Да-да, потому что, сами понимаете, мы все остатки сегодня нашего остроумия дарим вам, дорогие женщины, горячо любимые наши женщины. Это я вам со всей своей страстью говорю. Весенний праздник, женский день, особенный и необычный. Мужчинам в этот день не лень стремиться выглядеть прилично. Дарить цветы, духи, конфеты, накрыть столы, открыть вино. Читать куплеты и сонаты наивно глупо и смешно. Потом убрать слегка посуду и кое-как ее помыть. И захмелевшую подругу, сколь силы хватит, ублажить. Для женщин этот день как сказка, как сладкий сон. Но на беду прекрасный день, 8 марта, всего один лишь день в году. Особенно сегодня каждая женщина обязана проснуться бессовестно, счастливой и выйти из дома нескромно красивой. Только наши женщины умеют сиять, как звезды. Вот они. Порхать, как мотыльки. Расцветать, как розы. И при этом пахать, пахать, пахать. У женщин, кроме 8 марта, мы понимаем, мужики, есть разные праздники у женщин. Это и день рождения подруги, особенно если она на три года старше. И день, когда сломались весы, чем не праздник. А уж если антенна не ловит канал в спорт, тут надо подумать о прибавлении в семействе. Одна женщина мне призналась, между прочим. Я своему сказала, запомни, дорогой, как я 8 марта встречу, так ты весь год и проведешь. Другая говорит, долго думала, что подарить мужу на 23 февраля. Я решила, подарю деньги. Потом пойдем и к 8 марта купим мне туфли. В предпраздничные дни, особенно 7 марта, идет решающий бой. Тюльпаны против мимоз сражаются. Мимозы побеждают по цене. 7 марта муж звонит Женя. Дорогая, ты знаешь, завтра 8 марта. У нас короткий рабочий день, поэтому я задержусь. О, как выкрутился, а. Вот жена и вздыхает. Сегодня вечером решила пореветь. Рыдания будут посвящены двум темам. Никто меня не любит, и я толстая. Да не надо реветь. Ты самая красивая в своей весовой категории. Вы, женщины, набираете вес, потому что накопленные с годами знания, опыт и мудрость не умещаются в вашей голове и начинают распределяться по всему телу. Вот так вот, я думаю. Ваша жизнь словно сказка. Но при этом не чувствуете себя золушкой. Вы принцессы. Ведь каждая из вас так решила. А почему так решила, вы просто еще не решили. О, закрутил. Сахарку подсыпал, метком приправил. Слабая женщина рано проснулась. Слабой рукой покормила семью. Слабыми ножками влезла на шпильки. И понеслась на работу свою. С взглядом горящим, чертовкой из ада. Слабенько десять кг нагрузив. Слабо хватает ребенка из сада. Слабо на шпильках домой потрусив. Дома еще все слабее, чем было. Стирка, уборка, с ребенком борьба. Вдруг от напряга слеза покатилась. Что же ты хочешь? Ведь ты же слаба. Одна женщина взмолилась. Хочу толстый кошелек и тонкую талию. Господи, только не перепутай. Толстый кошелек и тонкая талия. Так выпьем же за исполнение всех твоих желаний. Скажи тост. Толстый кошелек и тонкая талия. Ты скажи тостый кошелек и тонкая талия. Вот это вот маленький бокаль за ваше здоровье, дорогие женщины, которые находятся здесь, в этом зале. Которые смотрите на нас. Которые за стенами. Все женщины всего мира. Они нас любят. И мы настоящие мужчины. В канун этого женщинского праздника. Скажи тостый кошелек и тонкая талия. Эр-ка-те-цители, эр-ка-те-цители само. Кинец мараули, овази супани, сапиравит миши салхино. Кинец мараули, овази супани, сапиравит миши салхино. Женщина, она как вино. Сначала смотришь на этикетку и только с годами понимаешь, что у нее там внутри. Женщина крепче, чем вино. Вино бьет в голову, а женщина куда попала. А вообще я вам скажу, женщины они вообще разные. Вот русские, как русская водка. А француженки, как французский коньяк. Чешские женщины, как пиво. А моя, как минералька без газа. Давай горячее приходим. Горячее? Чахахбелит схали, хачапуризваре, бастурмаса циви. Лоби-йо-й, кинец мараули, овази супани, сапиравит миши салхино. Мне нравятся женщины зрелые, красивые, как хорошее вино, выдержанные. А мне нравятся молодые, невыдержанные. А мне, женщины, вообще, все нравятся. Вот твоя дочь, очень красиво сложена. А кто складывал? Я хотел бы, дорогие женщины, сказать, чтобы ваши потребности обальдевали от наших возможностей. Да, чита, чита, брита, чита, Маргарита, Кателан, Раиса, Сулико. Лоби-йо-й, кинец мараули, овази супани, сапиравит миши салхино. 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 Кинец мараули, овази супани. Кто-то сказал, семейное счастье – это когда жена не успевает потратить деньги, которые зарабатывает ее муж. Главное – не терять голову, как эти вот герои. Потому что мечтают о таких деньгах, при которых деньги уже не нужны. Глядя на них, думаешь, если в голову лезет всякая чушь, значит, там у нее гнездо. Умный человек заметил – думать надо головой, любить сердцем, чуять пятой точкой, но самое главное – ничего из этого всего не перепутать. А я подумал, если бы Бог хотел, чтобы мы думали только головой, он бы сделал нас колобками. Но в этой сценке, скажу по секрету, в конце побеждает все-таки женщина. Вы мне очень нужны, у меня большая проблема, пожалуйста. Извините, прием уже закончен, так что я… Ну, пожалуйста, у меня проблема со слухом, ну, помогите, пожалуйста. Что? Я ухо-горлонос, что? Ну, вы ухо-горлонос, я знаю, и вы должны мне помочь, поэтому. У меня слух не так срабатывает. Я когда слышу, что могу заработать большие деньги, я теряю голову. Понимаете? Вот скажите мне, для примера, что я могу заработать миллион, скажем. Скажите, скажите. Ну, пожалуйста, вы можете заработать миллион. А! Видели, видели, да, что творится? Слушайте, что ж, откуда вы можете заработать? Кто ж вам даст-то? Разве что Дибров из телевизора. Вам, правда, никто копейки не даст. Да? Да. Не да? Нет. Ну, хорошо. Ой, спасибо, доктор. Вот что значит слово специалиста, а? Одно слово, и я уже на пути к излетению. Ух ты, ишь, давно это у вас так? Давно, давно. Что ж вы так запустили-то? Ну, я раньше думал, что это нормально. Что нормально? Ну, если тебе предлагают большие деньги, и ты теряешь голову, это вполне естественно. А вы бы не потеряли? Нет, я гарантированно не потерял бы. Почему это? У вас прививка какая-то? Почему прививка? Мы же врачи-бюджетники, нам то, что там миллион, нам копейки к зарплате никто не добавит. Вы, наверное, указ не читали, вчера вышел. Вам, врачам, прибавили 50 тысяч. Вот что делается, а? Как же я... Что же вы сделали? Да как же я теперь так домой-то пойду? Я перепутал, доктор. Вам 50 рублей прибавили. АПЛОДИСМЕНТЫ Пронесло. Вас пронесло. А мне-то с моей башкой что делать? А может, бежать? В каком смысле? Ну, в прямом. Ну, вот как только услышите, что вам кто-то предлагает миллион. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я так к примеру сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ К примеру, да. Ну да. Вот так сразу и бежать. Спасибо. Значит, если тебе предлагают большие деньги, надо бежать. Сразу же. Вы гений. Молодец. С таким подходом, наверное, вы тоже заработаете миллион. АПЛОДИСМЕНТЫ Что же вы заладили-то миллион-миллион, а? Ну, что, это я к примеру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слава Богу. Ну, да. Слушайте, а может быть, я попробую вас вылечить с помощью гипноза? Вы умеете, да? Конечно. А ну-ка давайте попробуем так. Так. Значит так, слушайте только мой голос. Слушаю. Вам наплевать на деньги. Мне на чего? Ну, постарайтесь. Мне на что? Ну, сделайте над собой усилия. Мне на что? Ну, давай. Ну, вы... Наплев... Наплев... Чего? Не надо легче относиться к деньгам. Давайте. Мне наплевать на деньги. Наплев... Мне наплевать на деньги. Молодец. Вот дальше. Мне наплевать на миллион. Чего? Мне наплевать на миллион. Молодец. 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 Мне наплевать на два миллиона. Мне наплевать на два миллиона. Тьфу, на миллион. Хорошо. Мне наплевать на пять миллионов. Тьфу, на пять миллионов. Мне наплевать на десять миллионов. На десять милли... Доктор, где вы найдёте идиот, который не плюёт на 10 миллионов? Ромашка вышла. На 10 миллионов гипноз не действует. Не действует, да. Значит так. Тогда попробуем по-другому. Значит так. Ничего вы в своей жизни не заработаете. Ничего вам не светит. Вот так вот нищим, голым, босым по миру пойдёте. Бомж несчастный. Спасибо, господин. Можно я к вам буду приходить? Конечно. Конечно, с удовольствием. Я всегда вам буду повторять, что вы нищие, нищим умрёте. Судя по такому подходу, и вы не разбогатеете. Так голодранцем и помрёте. Спасибо большое. Проживёте бомжом всю жизнь. Огромное вам спасибо. Пожалуйста. А хотите, я вас ещё и от женщин закодирую? Нет, вот это не надо. Я пошёл. Говорят, весна как женщина. Говорит, уже иду, а сама сидит в халате с мокрой головой и педикюр делает. Есть такой совет женщинам. На мужика лучше всего ходить весной. Организм у него ослаблен, а гормон играет. Я бы сказал, что женщине нужен такой мужчина, такой, от которого кружится голова, съезжает стрелка на чулках, размазывается помада на губах, но никогда не растекается тушь. А конфликты всегда, к сожалению, будут. Куда от них денешься? Дело в том, что есть один способ управлять женщиной. Есть! Но никто его не знает. Понимаешь? Рубрика «Просто анекдот». Но мы не стали рассказывать анекдоты. Мы взяли анекдоты про мужа и жену и, значит, разбили эти анекдоты на диалоги. Просто анекдот. Муж и жена. Дорогой, сделай мне, пожалуйста, бутербродик. Только маленький. Сделаю, какой получится. Сама обгрызешь до нужных размеров. Милый, а что ты футбол не смотришь? А я принесла тебе пиво, воблу, раков. Приготовить тебе какую-нибудь вкусняшку? Сильно. Не очень. Фара, бампер и капот. Зачем ты бреешься? Это сейчас не модно. Это нифига тебе. Сейчас борода слишком женственна. Милый, а правда, что я у тебя единственная? Да вы что, все сегодня сговорили, что ли? А вот что бы ты сказал, если бы ты встретил женщину, которая все простит, никогда не предаст, добра, нежна и хорошо готовит? Здравствуй, мама. Да, ты все-таки не мужик. Гвоздь в стену вбить не можешь. Можно подумать, что у настоящего мачо вся стена в гвоздях. Вот видишь, какая ты? Чего? Большой кусок себе взяла, а мне маленький оставила. Большой себе. Ну а ты бы как сделал? Я бы взял маленький. Ну и что ты верещишь? Я тебе такой и дала. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогая. Да? Что у нас сегодня на ужин? АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего. Ну вчера же было ничего. А я на два дня приготовила. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я думаю, что бы такого из дома на море взять, чтобы я вышла на пляж, и все бы офигели. Возьми лыжи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Солнышко, кольцо с творогом и балтику девятку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Солнышко. Что, котик? Рыбонька, сделай ужин. Конечно, медвежонок. Спасибо, ласточка. Не за что, зайчик. Я люблю тебя, киска. Я тебя люблю, цыпочка моя. Подожди. Ты что, тоже не помнишь, как меня зовут? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Любимый, завтра 25 лет, как мы поженились. Ой, может быть, курочку зарезать? А ее-то за что? АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой, у меня машина не заводится. Наверное, в карбюратор попала вода. Да что ты понимаешь? Ты вообще не знаешь, что такое карбюратор. Где машина? В озере. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас с женой правило. День продукты покупаю я, день она. Вот и получается. День пьем, день закусываем. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно. Сколько раз я тебе говорила, что если написано на пакете 100%, то это сок. Если написано от 80% до 90%, это напиток. А если написано 40%, то это нектар. Ну, я всегда говорил, что водка это нектар. АПЛОДИСМЕНТЫ Позвоночник. Чего? Позвоночник. Какой позвоночник? Ты хочешь, чтобы я сказал? Пожалуйста. Дорогая, что такое позвоночник? Копчик? Что такое копчик? АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо. Дорогая, что такое копчик? АПЛОДИСМЕНТЫ Это конец позвоночника. Странно, а у меня там голова. Голова. Жанна, ну что за суп ты наварила, я просто... Не могу, бульон еще, ничего. Место такое жесткое. Какой суп, какое мясо, пьяная твоя морда. Я капроновую мочалку вываривала. Дорогой, я села на диету. Теперь я буду есть только лобстеры. Слышишь меня? Лобстеры. Потом, значит, лангусты и трюфели. Да что там вообще мелочиться? Ешь сразу деньги. Как бы экологично. Ты теплые вещи взял? Да, семь бутылок с собой. Снова напился, как скотина. Ой, как я была вчера счастлива. Ты пришел домой трезвый. Сегодня моя очередь быть счастливым. Слышим. Зачем ты взял новый пакетик чая? На старом уже ниточка оборвалась. А что такое? Нет рук, чтобы пришить? Люся, Люся, повернись. Я с тобой разговариваю, Люся. Повернись. Ну, у меня важный вопрос. Как ты относишься к структурированному углероду? Да задолбал ты уже своим интеллектом. Понял. Значит, бриллиантовое кольцо вычеркиваем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вычеркиваем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мысли женщины подчас глубокие и образные. Мужикам только нужно пробраться в их глубину. Лопата, что ли, им нужна? Ну, посудите сами, какова мысль, каков образ, метафора. Женщины утверждают, что утюг – это эталон настоящего мужчины. Он горяч, гладит и пьет только воду. Ну, надо же, а! Или вот кассирша в магазин спрашивает покупательницу. Вам пакет с ручками? Нет, говорит она, дайте с ножками, чтобы рядом бежал. И я ее понимаю. Тащит такие тяжести, и никто не поможет. Прощение у женщин надо просить сразу, пока она не поняла, что ей и без вас хорошо. А то иногда мужик думает, что она смотрит на него с открытым ртом от удивления. А может, ее просто покормить надо. Принеси что-то вкусненькое, чтобы этот пакетик с ножками до нее дотопал. Меняем тему. Где женщина, там и дети. А отец где? Где он? Для многих это болезненный вопрос. К сожалению, все чаще и чаще папа приходит по воскресеньям. Папа, а ты когда был маленьким, что больше любил? Чупа-чупс или Сникелс? Клюкву в сахаре. А запивал чем? Кока-колой или спрайтом? Киселяйтон. Выдают. Ну а на Новый год на Утленник ты кем налезался? Бэтменом или Терминатором? Попрыгальщик. Попрыгальщик. Знаешь, у меня на голове были большие белые картонные ушки, а сзади на штанишках в виде хвостика ватка была пришита. Я так, значит, прыг-скок, прыг-скок. Я Занька, я маленький, я Занька, я маленький. Пап, ты что ли совсем был дурак? Почему дурак? Ну, Занька, он же не клутой. Вот Бэтмен, он клутой. Терминатор вообще клутой в доску. А кто такой, Занька? Кто? Лох ушастый. Лесная шестерка. Вон у нас один мальчик из ясельной группы. Нарядился Фредди Клюгером, так рычал, трех кукол загрыз. Воспитательница от трака на елку залезла. Ему сладо, первую премию дали. А ты кем нарядилась? А мы с Малинкой были спайсами-геллами. Мы в трусах прыгали и петь не олали. Только Маринка как думала, что Лем из каблуков падала. Пап, представляешь, женщине стукнуло уже четыре года. Она до сих пор на каблуках не держится. А у нас в группе есть один мальчик, Денис. Так вот, представляешь, у него папа каждый день. Выпивает? Да нет. Вот смотри, ты же ко мне только по воскресеньям приходишь в гости. К Малинке вообще никто не приходит. У нее папы от лядясь не было. А к Денису папа каждый день приходит и не уходит. Он, представляешь, прям вместе с ними живет. Вот прикол, да? Прикол. Что тебе сказать? Такое бывает. Пап, а ты знаешь, почему тебя мама бросила? Она мне по секрету сказала. Не знаю. Потому что ты не крутой и за то, что ты инженел. Пап, а инженел это что ли еще хуже, чем алкаш? Папуль, а ты знаешь что? Ты стань крутым, и мама тебя к нам, объятно, запустит. Хорошо? Хорошо. Я постояюсь. А вот этот мальчик Денис вчера из аквариума одну улыбку сожрал. И за ним сразу его папа приехал. Пап, а если я завтра жабу стрескую, ты за мне приедешь? Конечно, приеду. Не приедешь. Потому что завтра не в воскресенье. Завтра за мне дядя Сережа приедешь. Какой еще дядя Сережа? Ой, мама сказала, тебе не говорить. Не-то дядя один, он к нам ночевать приходит. Потому что ему жить негде, а на улице холодно. Мама говорит, что дядя Сережа крутой. Вы что ж, с ним играете в казаки-разбойники? Нет, бандюки-покойники. Пап, а бабушке дядя Сережа сначала не понравился. А нам маме говорили, что малочка. Ты же посмотри, какая у него страшная рожа. А как дядя Сережа ей свой кошелек показал? Так она сказала, пласти, сынок. Не углядела к красоту твоей лосплеклась. Слушай, что это за безобразие у нас с тобой получается? Ты уже взрослая девочка, а букву Р не выговариваешь. Все си-ёжа, си-ёжа. Учиться надо, детка. А ну-ка, давай попробуем. Скажи, только не задумываясь. Давай. Трава? Сено. Пап, ты возьми меня на ручки, а то у меня уже ножки прям все-все муста. Я прям сейчас как башку, я пол траху. Ну хорошо, хорошо, иди ко мне. Ух ты. Тяжелая ты у меня стала. Спи, жабоед ты мой картавый. Пап, а ты знаешь, в этом году Дед Молот мне сразу два подалка под ёлку положил. Компьютер и оланджеву зайчикам. Папа, ты не переживай, мне твой зайчик тоже очень нравится. Папа, а ты вот по воскресеньям мой папа, а в другие дни ты чей? Да. Нечейный я. Значит, ты свободный. Пап, а ты в субботу приходи к малинке, а? А ты этот дуло совсем безотцовщица. В субботу к малинке, в пятницу к Максимке, в четверг к Саньке, следу к Таньке, а во вторник Таис Петьёвне. А это ещё кто? Это воспиталка наша, у неё муж нет, она безмужница. Ну всё, всё, Дедка, успокаивайся, пожалуйста. Помнишь, когда-то мы с тобой песенку учили? Ложкой снег мешая, ночь идёт большая. Ложка, что же ты, глупышка, не спишь? Эти песни уже по-другому пою. Нинка, как картинка, с фраером живёт. Видно, этот фраер бабки ей даёт. Пап, а дальше лёжа твои стали и тапочки выбрасывать. Потому что они забарахляют всю нашу квартиру. Ну всё, всё. Пап, я тебе честно скажу, я выбираю безопасный секс. Пап, а мама говорит, чтобы я дядя Силюжу папой называла. Папа, ну ведь у человеков не бывает двух папов. В нашей жизни всё бывает, доченька. Папа, папа, всё равно ты для меня самый крутой. Как ты сказала? Твой крутой, красивый, хороший инженер. Ты помнишь чудное мгновение? Перед тобой явился я. В час пик в трамвае в день весенний, плечом слегка задев тебя. Звучал мне долго голос нежный, и был укора полон он. В ответ на твой протест мятежный я вежливо сказал. Пардон, сражённая подобным словом, остолбенела ты застыв. В тот миг своей ковбойки новой я был чарующе красив. Умыт, причесан, гладко выбрит, как гений чистой красоты. С утра благоухали шипром мои небесные черты. Ты, восхищённая, молчала, сжимая проездной билет. И взоры тайные бросала на мой волшебный силуэт. Промчалось чудное мгновение. Пришла пора расстаться нам. Как мимолётное виденье я пробираться стал к дверям. Ты вышла первая у банка, а я у гастронома слез. Вот так всегда, без вариантов. Увы, не Пушкин я, а Эс. Да, это мой. Я был Юран Штраус. Я был... Да, да, да. Парсисус. Я был Унеш... Да! Я был Унеш... Я был Уна. Унеш. Унеш. Уна. Унеш. Унеш. Синий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В школах девочки мальчиков уже не волнуют. Девочки для них уже не прекрасные феи, а куча молекул. Ха-ха-ха. Да и девочки раньше мечтали побыстрее замуж выскочить. А сейчас вот недавно моих знакомых собственная дочь удивила. Замуж, говорит, не пойду, с вами жить буду. У вас, наверное, то же самое в семье. Я понимаю. Ну, это удивительно, как они реагируют на все эти фильмы. Мозгов-то, собственно, нет еще. Вот, значит, подражают этим мачо. Мой уже не просит просто так чаю. Он как-то по-своему. Пап, замочи пакетик. У нас на кухне висела памятка. Значит, поел, помой посуду. Он ее отредактировал. Принял корм, убери корыто. Я бы сказал, сознательно как-то в себе нахальство выращивает. Недавно он в каком-то театре был, значит, на концерте, может быть, не знаю. В буфете в Антракте купил, значит, пирожок с мясом. И спрашивают у буфетчицы. А это мясо внутри пирожка, оно раньше лаяло или мяукало? А у той, видимо, тоже дома такой оболтус растет. Она ему говорит, нет, оно раньше всякую фигню спрашивало. Пап говорит, у меня к тебе два вопроса. Можно ли мне получать побольше карманных денег? И второй, почему нет? Как-то захотел его выпороть. Ты можешь меня бить, папа, но учти, я все вымещу на твоих внуках. Вот такой умный. А когда его дружок Вадик ногу подвернул, он позвонил в скорую и закричал. Скорая, побыстрее, призвоните мне, а то я по мобильнику говорю. Хитрющий. Недавно звонит, значит, жена подходит. Алло. Мам, позови папу. Алло. Пап, Спартак выиграл? Да, конечно. Дай маму. Алло. Мам, папа разрешил, ты ж слышала. Ну и что ты с ним будешь делать-то, а? Хитрющий такой. Недавно спрашиваю, как дела в школе? Он мне не хочет сказать, что остался на второй год. Он говорит, контракт с пятым классом продлен еще на год. Ужас, красавчик. Колись, сынок, ты куришь? Колюсь, пап, колюсь. Пап, одолжи нам с девушкой на вечер автомобиль. Бери, но в нем нет бензина. Она мне не надо. Телевизор — это великий гипнотизер. Помните, когда-то кинули клич «Позвоните родителям». И тысячи, спохватившись, начали звонить своим папам и мамам. Сейчас тоже хочется крикнуть. Берегите детей. Чтобы родители вспомнили эту простую фразу. Детям до шестнадцати смотреть не разрешается. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, девочки. Спасибо, девочки. Спасибо, девочки. Спасибо, девочки. Это парадокс. Вот ход мыслей женщины. Она думает, что бы такое съесть, чтобы похудеть? Что бы такое надеть, чтобы выглядеть по возможности раздетой? И как бы выйти замуж за самостоятельного мужика, чтобы быть независимой? Послушайте стихи о женщинах разных эпох. О происхождении этого номера я как-то рассказывал прямо со сцены. В ту пору я был конферансье знаменитого, можно сказать, главного эстрадного оркестра страны под управлением Леонида Утесова. То, о чем я рассказываю, было во времена первых наших гастролей с этим оркестром в Ленинграде в 1964 году. «Самому не верится». Прихожу вечером к Ленетощу перед концертом, говорю, ведущие мастера Ленинграда, Рацар и Константинов написали для меня потрясающие юмористические стихи. Давайте их оформим, быстренько оплатим, и я сегодня же буду читать их на сцене. У меня была фотографическая память, я мог один раз прочитать и сразу идти на сцену. Это сейчас что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Короче, Утесов прочитал и сказал, нет, дорогой, это тебе не подходит. Адюльтер? Зачем это надо? Измена? Ты молодой артист, зачем это? Нет, это мы не берем. И мы отказались. И стихи попали в репертуар знаменитого конферансье Бориса Сергеевича Брунова, тоже моего старшего товарища, друга, которого мне до сих пор не хватает. Это был удивительно остроумный человек, импозантного вида, с сигарой огромной, шутил все время. Ему как-то его друг сказал, Боря, ты с этой сигарой смахиваешь на дурака. Он сказал, хорошо, я буду смахивать в другую сторону. Борис Сергеевич читал эти стихи 30 с лишним лет, а вместе с ним читали все конферансье Советского Союза, кроме меня. Сегодня особый вечер, справедливости ради, пусть эти стихи сегодня вернутся ко мне. Нередко случаи бывали, когда влюбленные сердца, увы и ах, охладевали. Хоть клятвы пылкие давали любить друг друга до конца. Вот три письма. Их без сомнения писала женская рука. Причем мы видим из сравнения, писала в разные века. Письмо первое. Узнала нынче я, соколик, что ты с другою обручен. Тебя, Васютка, не неволю и не пытаю ни о чем. Возьми назад платок атласный, что подарил на Рождество. Мне от тебя, мой сокол ясный, не надо более ничего. Мне не забыть плакучей ивы и нашей тропки луговой. Прости, прощай. Иду к обрыву и прямо в омут с головой. Письмо второе. Любезный друг Василий Дмитриевич, мой богом избранный супруг. Я вас любила безгранично. И что же я узнала вдруг, что вы с моей кузиной Нелли в беседке были тет-а-тет. Я возвращаю ожерелье и ваш бриллиантовый браслет. Передо мной раскрылась бездна. Не надо слов, не надо слез. Прощай, моншер. Иду к расъезду, чтобы умереть под стук колес. Письмо третье. Василий, мне сказала Нюра, что в доме отдыха прибой. Завел ты с кем-то шуры-муры. Кого-то видели с тобой. Ты не на ту, дружок, нарвался. Рыдать не буду в три ручья. Верни часы, трусы и галстук, что подарила сдуру я. Твой аморальный облик вскрою я на собрание заводском. Физкульт-привет. Иду в метро я и еду прямо в твой порткал. В женской сумочке целый космос. В этом хаосе свой порядок. Но найти будет очень непросто что-нибудь, если срочно надо. По своим там плывут орбитом телефон, записная книжка. Проплывает жвачка с ксилитом, сувенирный плюшевый мишка. Сигареты, брелок, салфетки, авторучка уже не пишет. Недоеденные конфетки и опять же плюшевый мишка. Вот ключи, их всегда теряют. И помада сменить бы надо. Вот билет, покаталась в трамвае. Много фантиков от шоколада. Кошелек, он такой плутишка, в бездну сумки всегда ускользает. И противный плюшевый мишка, он всегда и во всем мешает. Сигареты, ручка, помада, витаминки, очки, зажигалка. Эх, сменить бы сумочку надо. Только мишку чего-то жалко. Хочу в круиз, где бронзовые люди. Хочу туда, где ездят на верблюде. О, и от любви качается плохой. Так, так, так. А, кран, паспорт. Страховка. А, страховка. Билеты. Муж. А, я... Все, поехали, поехали, а то опоздаем. Да куда поехали-то, из такси еще не звонили. Ну, а вдруг выйти не успеем? Ну, позвонят, выйдем, че зря на улице торчать. Ну, а вдруг пробки? Какие пробки в лифте? Пробки вылетят, и лифт застрянет. Зайчик мой, я вообще не понимаю, че мы с тобой на лифте ездим? Мы живем на втором этаже. Эх, тебе этого вообще никогда не понять. Ну, конечно. Такси. Телефон. Где телефон? Телефон. В сумочке, вон. Точно. Сумка. Да где же этот телефон? А я вообще не понимаю, че у тебя до сих пор бицепсы, не как у Шварценеггера. Столько с собой таскаешь. Ах, вот он. Ну, слава богу. Ах, нет, это старый. Слава богу, нашелся. Думала, потеряла. Ах, смотри-ка, пульт нашелся. Что ты говоришь? Может, у тебя еще и батареечки к нему есть, а? Очень смешно. Да где же этот телефон? О, весы. Господи, дорогая, ну весы-то тебе зачем с собой? Ну, а как я, по-твоему, буду взвешиваться? Безменом? А я вообще не понимаю, для чего тебе так часто взвешиваться? Ну, в отличие от некоторых, я занимаюсь собой. Мне нужно знать, сколько я скинула. Ах, ну да. Где же... На, батарейки ты спрашивал. Ах, я думаю, что у меня машина не заводится, а? Да где же этот телефон? Ах, кажется, это он. А, нет. Это мы у Людки оторвали, чтобы она бывшему не позвонила. Ах. Вот и Людка. Что? Вот. Да где же этот долганный телефон? Ты знаешь, я недавно смотрел по каналу Дискавери, как кротов из норки выгоняют. И что? А туда просто в норку водичку льют, и они сами всплывают. Берегите суды. Это-то тебе зачем? А вдруг маньяк в лифте не из мечты попадется? Что-что-что-что, я понял, понял. Маркиз, так ты не убежал позапрошлом году? А что ты ел? А-а-а, вот как? Может, у тебя там пелемешки есть, а? А тебе все издеваться. Чай будешь? Слушай, а может быть у нас в прошлом году машину-то вовсе и не угнали, а? Ты глянь-ка там в сумочке как следует, может, на донышке где-нибудь завалялся. Сейчас посмотрю. Да, там поглубже где-нибудь. Алло, такси? А, нет-нет, поедем. Нет, багажа не будет. Поедем налегке. Я свободен Словно птица в небесах Я свободен Я забью, что значит страх Я свободен С диким ветром на равне Я свободен Иногда уже после титров какого-нибудь нашумевшего боевика или в фильмах, в которых участвует каскадер, ну там какая-нибудь Индиана Джонс Обычно в конце показывают кадры, как это было снято Как это получалось или как это не получалось Знаете, вот мы как раз сейчас и хотим показать вам нашу кухню Хотите посмотреть на это с другой стороны? Внимание Что по списку дальше? Держи аккумулятор Цветы? Не помню Что? Что? Пульт Туалетная бумага, по-моему, на На, держи Компальская? Компальская Где реплику? Реплику дай Что мне выкашкивает? Что выкашкивает? Сковородок! Наконец, главный трюк Главный трюк, пожалуйста Как это было? Говоря о женских мыслях, интересах Но как не заскочить в салон красоты? Ведь главное оружие женщины красота Только вот перевооружение с годами становится все дороже и дороже Один салон красоты дал о себе такую рекламу Не пытайтесь познакомиться с выходящей от нас красотулей Может так случиться, что это ваша бабушка И правда, чтобы женщина чувствовала себя красивой, ей нужно Зеркало, косметика, красивая одежда, спа-салоны, бассейн, цветы Комплименты, в конце концов Внимание мужчин, наконец Даже зависть других женщин А вот чтобы мужчина почувствовал себя красивым Ему нужно только зеркало и 200 грамм Хотя один мужик мне рассказывал, что когда увидел жену с косметической маской на лице И смеси белой глины и морских водорослей Он лишний раз убедился в том, что красота это страшная сила А в другой раз увидел жену, лежащую с огуречной маской на лице Подошел, съел огуречную дольку с лица И сказал, в следующий раз сальца положи Я тут данные статистики прочитал Мужики, внимание Не надо упрекать женщин за то, что они тратят много денег на помаду Статистика утверждает, что женщины в течение жизни съедают 4 килограмма губной помады Запомнили? 4 килограмма А мы с вами, мужики, по тем же статистическим данным съедаем 6 килограмм той же губной помады Идем в салон красоты Сейчас мы тебе сделаем укольчик ботокса и силикон А что это такое ботокс? Ботокс, девушка моя, чтоб морщинков не было А мне нравятся мои морщинки А жениху твоему не нравятся Вот ему и делайте ваш ботокс Тяга, ну-ка сам Колить-ка ей на всю сумму Так Куда колоть? В ягодицию? В лицо, дурак, это же ботокс Хотя у нее шо, ягодиция? В общем, колите, в процедурную Колите, колите Сделаем, сделаем, сделаем Я не хочу отпустить меня, я вам миллион подарю Ага, и 600-й трактор, свыше АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Гляди, дочка, как мы тебе красиво губки-то сделали АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, правда, немножко разговаривать не сможешь Как дурочка будешь маленькая АПЛОДИСМЕНТЫ Но ничего, зато морщинок не будет Ай, так посиди чуть-чуть А тут посиди Вот, сядь посиди, отдохни Отдохни, моя хорошая Рот не открывай Лопнет АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, моя Джоконда Какая у тебя прекрасная улыбка Птичка моя Тебе, значит, будет нравиться этот дятел Вот с таким клювом Он тебе так и сказал А ты что? Как я тебя понимаю Я всегда хотел вот такую, как ты Пухленькую Пушистенькую Скажи, птичка моя Пойдешь ко мне жить? А-а-а-а Не расслышал Так иди же ко мне Твоя чертовка А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ты пойдешь ко мне, и только ты, и только я. Эту скульптуру на Монмартре в Париже туристы попросту называют «Мужик, торчащий из стены». Это портрет великого французского писателя Марселя Эмме, работы великого французского скульптора Жана Морре, которого российская публика знает не как великого французского скульптора, а как великого французского актера, снявшегося в ролях графа Монте-Кристо, Фантомаса и многих-многих других. Жан Морре был близким другом Жана Кокто, который был другом великой французской певицы Эдит Пиаф, которая была любовницей великого французского певца Ива Монтана. Ив Монтан был женат на великой французской актрисе Симоне Синьоре и был любовником великой американской актрисы Мерилин Монро, которая была замужем за великим американским писателем Артуром Миллером, чья дочка Ребекка вышла замуж за великого английского актера Даниэла Дэй-Люиса, который является отцом ребенка великой французской актрисы Изабель Аджани, которая чуть было не вышла замуж за великого французского композитора Жана Мишеля Жарра, но не вышла, потому что он ей изменил, с великой французской актрисой Анной Парио, той самой, что играла Никиту, которая была замужем за великим французским режиссером Люком Бессоном, который начинал свою карьеру с того, что снимал видеоклипы на песни своей возлюбленной Изабель Аджани, которой очень нравился актер Жан Морре, создавший скульптуру писателя Марселя Эмме. Я уже это говорил, да. Круг замкнулся. А что же я хотел сказать? Я хотел сказать «Да здравствует любовь!» Жизнь – это театр. А мне иногда кажется, что жизнь – это цирк. Три раза находила свое счастье и три раза с ним разводилась. Помню, по молодости влюбилась в артиста Гешу. Меня подруга познакомила, она с ним по телефону разговаривала, а мне шепнула «Это мужчина твоей мечты» и сунула мне трубку. Я взяла трубку, договорились встретиться у метро. Я его спрашиваю «А как я вас узнаю?» Он говорит «Я брюнет». Я говорю «А глаза?» Он говорит «Есть». Я говорю «А я буду в модной шляпке, рост 170, вес 63 килограмма». Он говорит «А я буду в кепочке с весами и рулеткой». Ну, я пришла. Вся такая модная. Сделала себе прическу. Один глаз вперед смотрящий, а второй под челкой. Как бы в засаде. А у него глаза такие большие, и они так нежно смотрят друг на друга. И он мне так лихо «Ну что, как говорят пуговицы, оторвёмся?» Сели в кафе оторваться. Он мне спрашивает «Как вы обычно расслабляетесь?» Я говорю «А я обычно не напрягаюсь». Я его спрашиваю «А вы холостой?» Он говорит «Я боевой». Спортсмен. Могу упасть и отжаться. Я говорю «А я могу только упасть». А он так смотрит на меня и загадочно спрашивает «А вы по козерогу кто?» Я говорю «По козерогу я, наверное, гороскоп». Я говорю «Вообще женщина – это тайна, покрытая макияжем». А он вдруг ни с того ни с сего. Ребёночка в честь моего дяди назовём Кузей. Я говорю «Прекрасно, тогда я буду Кузькина мать». Ну вот так слово за слово. Вроде как любовь. Но через какое-то время стала уставать от его сюрпризов. То вдруг решил, что он вегетарианец. И главное мне задание – приготовь морковные котлеты. Я говорю «А отбивные из укропа не хочешь?» Потом через какое-то время, смотрю, мясо ест. Я говорю «Что ж ты мясо ешь? Ты же вегетарианец». А я, говорит, пощусь. Он вдруг начал изучать китайский язык. Я говорю «Почему китайский? Учи английский». Он говорит «Нет, китайский». Я говорю «Ну как будет по-китайски? Очень хорошо». Он говорит «Осень колоссом». Через какое-то время просто злить меня начал. Купил какую-то сковородку для своих диетических блюд. И главное меня спрашивает «Как узнать, что сковородка нагрелась до определенной температуры?» Я говорю «А ты лизни». А из-за чего окончательно разругались? Ехали через какую-то деревню. Геша был за рулем. И не вписался в поворот. И влетел прям в какую-то избу. А там бабка на печи сидит. Так Геш как ни в чем не бывал. Как проехать на Москву? Бабка говорит «Сынок, прям через кухню хреначь дальше». Ну все, думаю. Не хочу артистов, хочу заботливого, домашнего. Встретила Игорька. Очень даже домашний. Среда обитания рядом с холодильником. Говорю своей подружке Таньке «У меня Игорек ни курит, ни пьет, ни бабник». Танька говорит «А он у тебя не дурачок?» Ну поначалу следили друг за дружкой. Он рюмочку пропустит. Я говорю «Ой, по глазам вижу, что ты пил». Он говорит «А я по бокам вижу, что ты ела». Но со временем большой минус обнаружила. Игорек был жутко ревнивый. Он ревностью весь в свою мамулю пошел. Та вдовой вышла замуж за бухгалтера и просто извела его своей ревностью. Бухгалтер кричит «Развод!» Она говорит «Никаких разводов! Вдовой взял, вдовой оставишь!» И второй минус был. Игорек был маменькиным сынком. Она его все время против меня настраивала. Как-то слышу, она у него спрашивает «Где ты ее нашел?» Он говорит «Мы познакомились под фонарем». Она говорит «Ты что, фонарь не работал?» Поехали с ним в Прибалтику отдыхать. Пограничник спрашивает. «Оружие, наркотики есть?» Он говорит «Не знаю, меня мама собирала». А из-за чего окончательно развелись? Пошел ребеночка из детского сада забирать. И забрал домой воспитательницу. Все, говорю. Не хочу домашнего, хочу умного. Встретила умного Рому. Он мне сразу такой каверзный вопрос задал. «В каком году вы окончили школу?» Я говорю «Если вы хотите узнать, сколько мне лет, то имейте в виду, что у женщин возраста не бывает, только износ и амортизация. И вообще, в каждой женщине живет стерва, дура, ведьма, ангел и прекрасная принцесса. Кого разбудишь, то и получишь». Ай, Рома, ни на кого не похожий был. Даже по телефону вместо «Алё» говорил «У трубы». Рифмой владел. Мне стихи написал. «Говорят, что в сорок пять баба-ягодка опять, а тебе сорок один, ты же баба-мандарин». Я ему тоже в ответ элегию посвятила. И на груди его могучей три волоска казались кучей. Ну вот беда. К рюмчике стал прикладываться. В Турцию с ним отдыхали. С рюмкой вообще не расставался. Я говорю «Ну что ты ходишь? Все время с рюмкой в руке, а? Ну люди подумают, что ты алкаш». Он мне говорит «Не волнуйся, дорогая, я всем объясняю, что несу тебе». Я говорю «Мне нужны внимание и уход, понятно?» Он говорит «Понятно, внимание, ухожу». Ну что ж, любовь учит нас прощать. Так что прощай, милый. И только со временем поняла, что можно было и не разводиться. Один муж был красивый, другой ревнивый. У третьего любимый праздник был День строителя. Все время из себя что-то строила. А идеального так и не нашла. Потому что идеальных-то, наверное, не бывает. Ну а развод? Это же путь к одиночеству. Ну что такое муж без жены? Это как дуб без дятла. А жена без мужа? Это как балаха без собаки. Конечно, мужчинам-то проще. Мужская философия какая? Если до 30 лет не женился, то в 60 еще рано. Женой тоже непросто. Жена как трудный ребенок. Вот и работай с ней как с ребенком. Воспитывай, доводи до ума. С детьми же не разводиться. И хотя с возрастом секс заменяется кряхтением, некоторым мужьям даже целоваться лень. А я вам так скажу. Мужики, да не заглядывайтесь вы на красавиц. Ищите адекватных. Надо ценить то, что есть. Как говорят в народе, лучше целлюрит в руках, чем силикон по телевизору. А вам, дорогие женщины, хочу сказать, да не заморачивайтесь вы по поводу своей фигуры. Все мужики живут по принципу. Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Поэтому любите друг друга и живите счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 8 марта мужчины вспоминают о том, что женщины – это чудо. И, наверное, главное, чтобы заключенной в женщине чудо вам не почудилось. Чтобы каждый день был все чудесатей и чудесатей. Но надо всем помнить, что от чуда до чудовища бывает иногда недалечие. А бывает, что чудо не случилось. И что ж теперь? Унывать? Волшебникам не верить? Лично я верю всей душой. И советую всем друзьям, зачем от жизни чудо ждать? Чудите сами. Ну, в хорошем смысле этого слова. КОНЕЦ 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 Телек – главный в семье. Скоро телевизоры будут клеить прямо на стену, как обои. Они же становятся все тоньше и тоньше. И как при этом вы сможете объяснить детям, что раньше телеканалы мы переключали плоскогубцами? Сейчас телепередачи на все вкусы. Одни смотрят одно, другие – другое. Но все вместе мы смотрим прогноз погоды. Говорят, одна подвыпившая ведущая прогноза погоды во время прямого эфира начала показывать на карте место, где живет ее бывший муж, и давай рассказывать, что бы она с ним сделала. В другой раз прогноз поручили вести популярной поп-звезде. Подумали, ну надо же как-то разнообразить эфир. Поэтому она то ли прогноз сообщала, то ли рассказывала о своем наболевшем. Словом, говоря о погоде, несла пургу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я российская звезда, Я по телеку кривляюсь. Я умею под фанеру открывать синхронный рот. Вот так. Жаль, что там, где пелая фанера чё-то вырубалась, и тогда я поняла, как любит музыку народ. В Петропавловске, Камчатском, меня забросали помидорами, а в Якутске за ногу схватили, бросили в толпу. В Омске яйцами швырялись, мы отбивались микрофонами, а в буфе сказал об я, но дети в зале не скажу. В Сибири, в Сибири, во дворце культур мне очки разбили. На Урале и так далее, там сзади, но я не покажу. Так в Гонроге дождь пошёл нам, с пивом сцену всё загадили. Туапсе посыпал, град в настали рыбою швырять. В Сочи было солнечно, под глаз мне солнышко поставили. Раньше глаз был плюс один, теперь он минус двадцать пять. В столице, в столице, я в Склифосовского была больнице. Певицей, певицей, я чё-то раз хотел быть. По годам, по годам, в шоу-бизнесе зависит от народа. До гроба, до гроба по псу готовы все любить. Любить не значит больно бить. Мужчины и женщины, мужья и жёны, их взаимоотношения, конфликты, симпатии, любовь, преломлённые через комическую призму, вечная тема в юморе. Коля, если тебя сошлют в Сибирь, я, конечно, пойду вместе с тобой, но шубу надо заранее купить. Не зли меня, Коля, я в гневе страшна. Маша, да ты и так-то не особо. Что ты паникуешь? Ты же знаешь, что у тебя лишний вес. Коля, не нужно путать лишний вес с резервным. Каким бы временам мы ни обратились, эта тема всегда там. Вот давайте отмотаем колесо истории, скажем, на 30 лет. Что у нас там? О, 80-е годы. Перестройка, переделка, реформа, нестабильная жизнь. А всё равно она там. Кто она? Тема до сих пор смешная, хоть и атрибуты старые. С этой перестройкой наши бабы совсем с ума посходили. Ага. Прихожу домой, моя грустная сидит у телевизора, вот, говорит, я у тебя всё время одна дома сижу, а другие всегда с женами вместе. дура баба, а? Я говорю, Маша, ну побойся Бога, ну куда я тебя не брал? Парижа я не был, ты не был. В Англию не ездил, ты не ездил, а где я без тебя был? Только вы трезвители. Хочешь, я тебя в следующий раз тоже туда возьму? Василий, говорит, недобитый ты элемент, осколок застой. Живёшь в стороне от экономической реформы, ты погляди, как люди зарабатывают. Он по телевизору мужика показывали, одних партийных взносов оплатил 90 тысяч. Он сказал, да были бы у меня такие деньги, на кой мне тогда в партию вступать-то? Карьерист, кричит, тёща, она старая члена партии ещё с 19-го года. Ты что, сукин сын, считаешь, что мы, мы не доживём до коммунизма? Я говорю, мы не доживём. Вот детей жалко. Правда, сейчас такие дети пошли, что уже не жалко. Дочка моя, восьмиклассница. Страшно сказать. Затылок побрыл. Волосы зелёный цвет покрасил. Там, где побрыл, подкову пролепил. Я, честно говоря, сначала подумал, что ей туда лошадь наступила. На шее железную цепь повесила, на которой в деревне собаки сидят. В ушах два подшипника. Металистка седьмого разряда. Я её, когда первый раз в полутьме в коридорчике повстречал, чуть инвалидом не стал. Думал, у нас в доме барабашка поселился. А на музыку включить, по квартире ходит, вихляет в одном купальне, купальне, пфу, стромота. Две верёвочки. Тут черта, и там черта. Больше нет ни черта. Это на конкурс готовится. Городская красавица. Я говорю, ты на дворовую не тянешь. Ты что, говорю, так и будешь там перед народом без порток ходить? О, да что ты понимаешь? Я такая модель крутая. Понял. У них там первый приз, знаешь, сколько? Десять тысяч рублей. Понял. О, даёт, а. Я помню, лет пять назад после полушки без штанов на улицу вышел, мне за десять суток дали. А сейчас за то же самое десять тысяч. О. Совсем ополуумели, да? Деньги вольшой нету. Так если не хотят за такую стромоту платить, зачем конкурс устраивать? Зайди в любую баню и плати. Жена говорит, ты что к ней пристаёшь? Она у нас хорошая. Ещё. Знаешь, сейчас среди молодёжи какая наркомания? Да знаю. Вон у нас в соседнем дворе вчера трёх наркоманов поймали, страшно сказали. Собирались по ночам, нюхали чёрную икру. Вот такие вот извращались. Ну, при чём с икра? Икра это еда, то отрава. А сейчас не разберёшь, шо еда, шо отрава. Во фруктах нитрат, в овощах эти. Пестициды. Слово какое придумали, а. Какая еда, такое слово. В рыбе сплошная нет. В колбасе один крахмал. Крахмал, да и только. Я тут недавно кусок колбаски за 2.20 съел, так у меня потом воротничок три дня стоял. Так на крахмале. И вот такие вот дискуссии у меня каждый вечер. Гласность, застой, застой, гласность. Я говорю, чё вы ко мне провязались? В моей жизни простого человека шо переменилось-то? Мне, шо гласность, шо застой, все равно живот пустой. АПЛОДИСМЕНТЫ империализма, нет. Я тоже свой плакат написал. Чая нет, кофе нет. Ни хрена нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Всю жизнь человек ищет счастье и при этом ничего не знает о себе. Знаете ли вы что? Человеческий мозг генерирует за день больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые. В головном мозге за одну секунду происходит 100 тысяч химических реакций. И это не мои шуточки, это всерьез. Скорость сообщений, которые поступают в мозг, 360 км в час. Скорость распространения чиха 161 км в час. Кстати, невозможно чихнуть с открытыми глазами. В теле взрослого человека около 75 км нервов. Когда вы краснеете, краснеет ваш желудок. Сердце в течение года делает 35 миллионов ударов. В течение года человеческий волос толще мыльной пленки примерно в 5000 раз. В волосах умных людей намного больше минералов, цинка и меди, чем в волосах дураков. У человека 46 хромосом, а у лангуста 200. Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные. За последние 4000 лет человек не одомашнил ни одного животного. Во рту столько же бактерий, сколько людей населяет планету Земля, если не больше. Язык – самая сильная мышца тела, а не то, о чем вы подумали. У человека меньше мускулов, чем у гусеницы. Уши и нос растут на протяжении всей жизни со скоростью четверть миллиметра в год. У многих с большей скоростью уши растут. Мужчины могут читать более мелкий шрифт, чем женщины, зато женщины лучше слышат. А смех ослабляет аллергические реакции. Запомните это. Всю жизнь человек ищет свое счастье, не понимая, что он уникальное, счастливое создание. Вот говорят, счастье – это когда тебя понимают, когда есть взаимопонимание. А у нас с женой Катей что-то не то получается. Да какое может быть взаимопонимание, если она только собой в последнее время занимается? Сейчас фигуру себя вытачивает. Купила чай для похудения и попивает его с тортиком. Я говорю, ну зачем тебе худеть? Ты и так всем нравишься. Вон у нас сосед индус из Индии приехал. Он вообще считает тебя священной. «Ты что, пил? Хоть бы раз спросил, ты что ел? Как-то открыл крышку от сковородки, а там записка, что проголодался? А сам начинаешь готовить, она вкрик, ты за чаем всю пачку пельменей в одну кастрюлю запулил, но я хотел по одному, но они как ломанулись. А сама она готовит на неделю эту бадью греческого салата. Через три дня он уже не греческий, а древний греческий. Кормит одной травой вегетарианка. Петрушечка, укропчик, огурчики, салатики всякие. Не ем, а пасусь. Хоть колокольчик на шею вешает. Попросил кофе с сигареты, размешала. А сама замечательно насчет еды не переносит. Я говорю, у тебя блины толстые. Так ты ж по три берешь. Оригиналка сделала себе пирсинг на пупке. Железка у нее такая острая торчит. Еще спрашивает, почему ты меня не обнимаешь? Боюсь, а. Пошла в море купаться, поймала на пупок ставриду. Оригиналка. У нас сын учил урок по биологии про горных козлов. Я спросил, а ты не знаешь, сколько живут горные козлы? Жена тут же вмешивается. А тебе что, не здоровиться? Очень остроумно. Или вот я храплю. Жена просто решает эту проблему. Во время храпа нежно обеими ладонями берет мою голову и ласково проворачивает ее до щелчка. Вы тоже так делаете? Я ей говорю, у тебя физиономия очень смахивает на Париж. В смысле красивая? Нет, в смысле хочется съездить. оригинал. Мне столько денег надо на милирование, на педикюр, на маникюр, на косметику. Я говорю, а вот мне повезло, я сразу красивым родился. А когда она за рулем, у меня вообще нервы не выдерживает. «О, как ехать? Восемь сплошных!» Я говорю, «Езжай, это зебра!» «Ну, куда тебе прет на красный?» «Утром ехал, а зеленый был!» Коишник ее останавливает, почему у вас одна фара горит? Она говорит, «Вы знаете, есть такая машина «Лада Приора», а у меня «Лада Кутузов». Недавно пересдавала права, ну, плохо ездит, пересдавала, приходит, не сдала, что завалило, теорию, практику, инспектора, три дерева и двух бомжей. Главное, все время из себя умную строит. Вчера делал томографию головного мозга, ничего не обнаружили. я говорю, я и без них это знал. Пригласил ее в ресторан, там шведский стол, так она за него села. Я говорю, «Ты чего меня позоришь? Это шведский стол. Ты зачем села?» Она говорит, «Ну ничего, шведы придут, и я встану. Звонит недавно на мобильный. «Ты ща где?» «Я ща у Сереги. Мне пофигу, где ты, где ты ща?» Так вот. И что интересно, до свадьбы была птичка-ласточка. А сейчас птичка-мозгоклюйка. Ну, правильно говорят, что женщина должна в жизни сделать три вещи. Поймать, окольцовать и задолбать. недавно недавно пришла очень поздно домой, ночью, можно сказать, якобы от подруги. Я говорю, дорогая, у меня случайно уже рога не выросли, нет? у кобелей рогов не бывает. Только блохи. Ну, не знаю, может быть, у нас любовь прошла. Такое ведь бывает, ничего не поделаешь. Правда, меня сосед успокаивает. он говорит, если любовь была, она никуда не девается. Она просто видоизменяется. Это ведь тоже любовь, когда смотришь на спящую жену и думаешь, прибил бы змеищу. И все откладываешь и откладываешь. А потому что иногда она меня радует, нет, нет, да и сказанет что-нибудь эткое, потом что-то добавит не эткое. Ты сегодня очень красивый, потом добавит шучу. А когда я поехал в командировку, мне странная смс пришла, сообщаем вам, что ваш супружеский долг погашен. Ну, какое взаимопонимание все намеки, да упреки. Вчера смотрела американский фильм, там герой, между прочим, обсыпал постель любимый лепестками роз и смотрит на меня так испытывающе. Мол, что я ей отвечу? Я говорю, что ты на меня смотришь? Там в Калифорнии розы дешевле картошки. Хочешь, я тебе по постели мешок картошки раскатаю? акцент а «А недавно такое было, Господи, просыпаюсь, честно говоря, после хорошей пьянки. Глазам не верю, на стуле одежда висит, поглаженная и постиранная, на столе завтрак дымится, и бутылка холодного пива, Издалека вижу холодное Жена молча ушла на работу Без истерик Сынок, что это было? Пап, ты пришел в два часа ночи Очень пьяный, рухнул в постель Мама попыталась тебя раздеть А ты ей сказал Не трожь, стерва, я женат Так, значит, правильно говорят, что женщина любит ушами Мужчина глазами Собака носом И только кролик тем, чем надо И тут Почему-то я прозрел Я подумал, что счастье Заключено в простых вещах Их нужно только научиться замечать Оно может быть рядом А вы мимо прошли Ох, как обидно Утром проснулся Счастье Проснулся ведь Дети не болеют Счастье Счастье Теплый душ Первая травка Запах шашлыка Трахнешь Тряхнешь башко Ущипнешь себя посильнее И думаешь Да за что ж мне Столько привалило А чтоб С вами Поделиться АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.